Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о перспективах развития Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Предлагаю поговорить сегодня. Присоединяйтесь! Гостев Александр Викторович. Генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Родился 10 сентября 1977 года в Гомеле. Закончил ГГТУ имени Павла Сухого и Белорусский государственный университет культуры и искусств. С 2001 года работал на различных должностях в городском центре культуры. С 2008 по 2011 год был заместителем директора Гомельской областной филармонии. Затем около двух лет возглавлял дворец культуры Белецкий. В октябре 2013 года назначен на должность генерального директора Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Александр Гостев более 15 лет является лидером и автором песен группы «Городская тоска». Композиция «Беларусь вперед» одобрена Федерацией хоккея Республики Беларусь и звучит на турнирах с участием национальной сборной. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского дворцово-паркового ансамбля, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Александр Викторович. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ваше место работы – одно из главных мест отдыха в нашем регионе. А вы сами или с семьей отдыхаете в парке или такое чувство, что опять на работу пришли? На самом деле нет времени для отдыха, потому что даже с субботы и воскресенья приходится работать. Очень много мероприятий культурно-завлекательных на территории парка, поэтому не удается. Ну и на самом деле, если так посмотреть на отдых по-нормальному, конечно, отдых – это смена обстановки, тогда отдых получается полноценным. Поэтому предпочитаю отдых где-то в другом месте. В тишине, да? Без людей? В лесу, на даче где-нибудь, да. Без публики. А что вам больше всего нравится в парке? Есть какое-то любимое место или любимый объект? Ну, в парке мне нравится то, что создала сама природа. Сам парк по себе – это естественное его состояние. Это спуски, киевский спуск, замковый спуск, пруд, лебяжий пруд, вид с мостика через лебяжий пруд в сторону реки Сош. Это, наверное, самое красивое, что нравится мне и посетителям, наверное. А как прошло лето в парке? Ведь, наверное, в то время, когда у всех отдых, отпуск, у вас самая напряженная работа. Ну, лето – это самая активная пора для туристов. Поэтому для нас это самая активная пора для работы. Дворец был наполнен различными выставками интересными. Мы принимали туристов с разных стран мира. Очень было большое количество в этом году, так как лето выдалось очень теплое, недождливое. Поэтому мы принимали туристов, делали различные интерактивные площадки на территории Дворцова парка ансамбля. Концерты были на летней эстраде, различные мастер-классы на территории, там гончарное дело, чеканка монет работала. Поэтому мы, как могли, завлекали туристов и развлекали их. Ну, это вы умеете, да. А у вас существует какой-то рейтинг, какие из объектов выполнили планы или перевыполнили, а какие, может быть, не так стараются привлекать к себе внимание и немножко так отдыхают? Конечно же, мы отслеживаем, какая динамика по каким объектам. Если где-то у нас есть спад, мы стараемся менять экспозиции. Но самое популярное в этом году было башнее обозрение, конечно же. Это новый объект, который открылся в том году. И поэтому, я так думаю, каждый горожанин сделали для себя такой план, хоть раз побывать наверху на башне обозрения. И поэтому этот план выполняется и на выходных очередь. Даже люди не могут приобрести билет, стоят и ждут очереди, чтобы попасть на башню обозрения. Ну, такой объект повышенной опасности. Посетители корректно друг к другу относятся? Не мешают по лестнике по узенькой подниматься? Пока никаких, слава богу, случаев не было. После реконструкции этого объекта там предусмотрены все меры техники безопасности. Поэтому никто не мешает друг другу. И потоки, даже встречаясь, поднимаясь наверх и спускаясь снизу, они расходятся. Лестница это позволяет. А количество туристов, посетивших дворцово-парковый ансамбль из-за рубежа, приехавших, увеличивается со временем? Вообще, динамика роста туристов, она у нас увеличивается. За год дворцово-парковый ансамбль посещает более 300 тысяч туристов. И в этом году мы видим, что эту планку мы еще повысим. Туристы приезжают из разных стран мира. Но в последнее время, конечно, активизировался белорусский турист, который проявляет желание посетить уже свои объекты, которые гордятся ими. Это тоже заметно видно, что туристы из других городов Беларуси к нам увеличилось количество. По этому лету более 10 автобусов на выходных туристов приезжало к нам посетить парк. Какой наиболее частый запрос, который вы слышите? Что люди хотят видеть, что их наиболее впечатляет? Только ли природные особенности парка? Или есть еще какие-то запросы? Самое популярное, конечно, это наша постоянная историческая экспозиция, которая посвящена владельцам бывшего имения, семье Паскевичей и Румянцевых. Вот это самое, что пользуется спросом постоянно. И мы эту экспозицию обновляем новыми фактами, новыми экспонатами. И поэтому туристы хотят увидеть то, что принадлежало владельцам имения, и узнать историю создания дворца и парка. Это самое большее интересует. А какие-то нарекания приходится вам слышать, что чего-то не хватает? Нарекания, таких особенно нареканий нет. Ну, допустим, очередь в башню обозрения. Ну, если придется постоять час очереди, ну, есть такие нарекания. Но мы знаем, что очередь в Увру, в Париже тоже есть. И люди стоят, ну, наифли в башню очередь. И не рупщут. Поэтому, наоборот, мы гордимся, что у нас есть очередь. Да, это... Это нормально. Само за себя говорит. Скажите, пожалуйста, вот такая хорошая новость. Тем летом у вас произошла. Вы поделились ею с нами впервые за долгое время. А у пары лебедей появилось потомство. Вот как себя чувствует обитатель лебединого пруда? Это очень интересная история. Вообще, хочу сказать, что у нас в этом году, в прошлом, такая происходила смена поколения у лебедей. Тоже, понимаете, природы тоже есть свои какие-то временные отрезки. Поэтому мы приобрели в этом году пару черных лебедей с помощью спонсоров. У нас был такой экологический проект. Гомельский химический завод нам помог. И у нас родился лебедь. Причем таким методом инкубации. Потому что такого потомства не было у лебедей. И мы уже решили экспериментировать. И одно яйцо отдали известному гомельскому птицеводу, который его положил в инкубатор. И вот родился у нас птенец лебедя. Дальше наши сотрудники его растили буквально в домашних условиях около трех месяцев. И вот недавно мы его выпустили в пруд. И он там уже поселился. И, надеюсь, будет счастливо жить долгое время. Чувствует себя хорошо? Ну, судя по всему, да. Ему очень нравится. Но хотя он еще привыкает, потому что он жил в домашних условиях, на даче. Там не было большого водоема. И для него это... Стресс. Стресс, да. Но он уже плавает. Сначала он был на земле. Мы его как бы насильно пытались в воду столкнуть. А сейчас мы не можем его уже, наоборот, на землю. Вытащить он из воды не выходит. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Александр Викторович, есть телефонный звонок у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ожидается ли восстановление или реставрация, если не действительно существовали, подземные ходы под замком Паскевича? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Александр Викторович, существовали подземные ходы? Ну, это самый такой вопрос, самый задаваемый, скажем так, посетителям. Есть ли подземные ходы под парком? Ну, ответ тоже очень простой. Парк создавался, ну, именно дворец Румянцев-Паскевича уже строился во времена, когда это была глубинка Российской империи. Когда Екатерина II подарила Румянцеву это имение. И он строил дворец, но он строил дворец не для обороны, а строил дворец для увесительных потех, для роскошной жизни, чтобы показать той же Екатерине и пригласить ее во дворец когда-нибудь. Ну, так этого и не свершилось, ну, поэтому и строить подземные ходы не было смысла. Есть только подземные ходы такого бытового характера. Раньше, в те времена, не было холодильников, были погреба-ледники. Вот на территории дворцового парка ансамбля сохранились эти погреба-ледники и разработана проектная документация о восстановлении этих ледников, погребов. Поэтому это в перспективу мы сделаем. И также есть еще ливневки, которые, если сейчас ливневая канализация это трубы, то раньше это была просто кирпичная кладка в виде подземных ходов. И поэтому весь парк в таких ливневых проходах кирпичных. Но они уже обвалились, и поэтому где-то они заложены, где-то засыпаны, но парк ими насыщен. А по назначению погреба-ледники не планируется использовать? Может быть, это стало бы какой-то новой статьей доходов? Ну, конечно. Это будет очень интересный объект. Такого, в принципе, в Белоруссии нет. Поэтому мы там планируем показать, как хранились продукты. Возможно, там будет какая-то дегустация каких-то винных изделий, которые могли быть в те времена у князя Паскевича. Поэтому это такой будет интерактивный объект, интересный. Накануне нашей встречи в Дворцово-парковом ансамбле побывали корреспонденты диалога. Давайте посмотрим сюжет. Гумельский дворцово-парковый комплекс – без преувеличения одна из главных достопримечательностей не только Полесского региона, но и всей Беларуси. Его создание началось вперед с 1777 года государственными и военными деятелями Российской империи – Румяцевыми и Паскевичами. К началу строительства дворца относится и начало формирования парка. Несомненно, что он существовал и прежде, и, вероятнее всего, возник на основе естественного лиственного леса. Но новые архитектурные сооружения требовали нового решения и окружающего пейзажа. Однако, по-настоящему, парковые работы начались в 1845 году при Иване Федоровиче Паскевиче по проекту польского архитектора Истковского. Его парковые вазы, выполненные по технологии каменного литья, и сегодня можно увидеть на территории ансамбля. Сегодня в администрации вообще намерены максимально полно восстановить парк в первоначальном виде. Намного больше было декоративных форм каких-то в парке, таких малых архитектурных форм. Тех же ваз было значительно больше. Мы знаем, что была балюстрада со стороны реки, очень красивая и интересная балюстрада с бюстами каких-то античных героев, писателей каких-то или прочее. Ее бы со временем восстановить, она тоже была бы очень такой атрактивный, интересный, привлекательный элемент. Если планы реализуются, то на территории дворцово-паркового ансамбля появится и скульптура самому Ивану Паскевичу. Когда-то она уже стояла в парке, однако после Октябрьской революции бесследно пропала. Вообще, это еще одна почти детективная история, которая вполне может стать очередной парковой легендой. Вариантов несколько. Бронзовую скульптуру переплавили, закопали где-то в Гомеле или вывезли на запад, где она до сих пор может храниться в частной коллекции. Политическая история самого Гомеля с, допустим, ноябрятом 1917 года, весь 1918-1919 год была очень сложной. За этот период времени побыла и молодая советская власть, потом это была немецкая оккупация, потом была угроза польской оккупации, когда войска достаточно близко подошли. В этом году в парке восстановили сиреневый сад. Такой здесь тоже существовал до революции. Цветочные композиции вообще одна из отличительных особенностей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, привлекающая немалое количество как туристов, так и местных жителей. В общей сложности наши цветники занимают полторы тысячи квадратных метров. И садится за год 132 тысячи штуки цветов. И, конечно, рисунок меняется и цвет меняется. Если сорт остается, то расцветка может разная быть. Поэтому цветники у нас выглядят каждый год по-новому. Каждый год разные. Ну и в перспективе, как всегда, закупка тюльпанов весной голландских сортов – это около 70 тысяч штук. Создание любого парка – длительный, не прекращающийся во времени процесс с внесением постоянных корректив в первоначальные замыслы. Сегодня бывшее гомельское владение Румянцевых и Паскевича является не только памятником дворцово-паркового искусства конца 18-19 веков, ну и практическим примером того, как прошлое дополняется настоящим. И от этого становится еще лучше. Очень понравился парк. Мы в восторге от парка. Сейчас вот. Именно в такое время года, да. Когда никого нет, народу мало, посетителей. И все это очень хорошо, чисто просматривается. Видны все, как говорится, тонкости. Его ухоженность, внешний вид. Ну, видно, что парк ухоженный. И за ним ведется какое-то наблюдение. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля Александр Гостев. Есть телефон и звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я гомельчанка. Но пришлось мне пожить и в Москве, и в Киеве. И честно вам скажу, что наш Гомельский парк, он самый-самый-самый красивый. Очень его люблю. И хочется, чтобы он становился все лучше и краше. А вопрос у меня такой. Вот великолепный дворец, великолепная беседка сразу за дворцом. И такая некрасивая лестница, которая вниз ведет нас. Скажите, пожалуйста, будут ли вот такие вот, казалось бы, мелочи, но будут ли они как-то меняться, реконструироваться, ремонтироваться? Не знаю, как слово подобрать. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Лестница тоже немаловажный объект. Ну, эта лестница уже, скажем так, историческая. На самом деле, было в начале 2000-х годов, у нас было порядка трех таких лестниц. Одна была около Киевского спуска, одна была туда, в сторону городка аттракционов. И вот эта лестница, которая сейчас осталась. Две демонтировали, вот эту третью забыли. Ну, в принципе, наверное, горожане не дали ее демонтировать, потому что она была удобна. И поэтому эта лестница так осталась, ее никто не реконструировал и не демонтировали. И мы только проводим текущий ремонт постоянно этой лестницы. Ну, конечно, в перспективах ее надо восстанавливать. Конечно же, речь уже о полном демонтаже не идет, потому что она пользуется спросом, эта лестница, и, ну, лестниц не хватает в парке. Поэтому будем, конечно же, восстанавливать ее и реконструировать со временем. Главное, чтобы была безопасной. Ну, в данный момент она безопасна. Ну, вот мы посмотрели в сюжете некоторые планы ваши, узнали. Знаю, что это еще не все скульптурные композиции, которые планируются восстановить. Когда-то на территории современного Лебяжьего пруда был языческий идол. Неужели он тоже появится снова в парке и нужен ли? Ну, да. На территории парка, нельзя сказать, что Лебяжьего пруда, находились скирские бабы. Так называемые, это такие скульптурные композиции 10-11 века. И поэтому есть вспоминания, что они были. И буквально недавно к нам попал экспонат очень интересный. Это рисунок немецкого художника, который мы приобрели на аукционе в Германии. Художник называется «Воспоминание о Гомельском парке». И датируется этот рисунок 1927 годом. И видно, что художник воспоминает как то время, когда он находился в Гомеле в 1918 году. Здесь у нас стояли немецкий гарнизон. Это была Первая мировая. И Гомель был захвачен немецкими войсками. И вот этот художник в то время был в армии и находился на службе. И он себя запечатлел на этой картине в Гомельском парке с видом на скифскую бабу. И теперь мы купили этот рисунок, потому что он нам очень дорог. Это вещественная, визуальная доказательство того, что скифская баба реально существовала на территории Дворцова парка в ансамбле. И мы теперь видим, как она выглядела. И видим, что она была реальна. И поэтому мы можем ее уже восстановить с помощью современных скульпторов. И планы такие, кстати, есть. Посмотрим, что ж. В плане реконструкции, реставрации очень многое сделано за последние годы. Новая набережная, башня открыта, усыпальница. А что еще в планах? В планах еще очень многое. Многое предстоит нам сделать. Потому что это только малая часть. Я упомянул о погребах-ледниках. Есть проект, есть погреба-ледники, которые хорошо сохранились и сейчас законсервированы. И будет очень интересным туристическим объектом. Также у нас часовня. Усыпальницу мы открыли в этом году, 12 апреля. Но часовню еще не отреставрировали. Это тоже объект, который нам предстоит восстановить. Также ограда, ограждение со стороны площади Ленина, где мы хотим восстановить ворота по картинкам, эскизам, которые были у Паскевича. Тоже проект разработан и ждет своего времени и финансирования. Ну и восстановление парка различных скульптурных композиций, которые насыщали парк 19 века. Мы сейчас к этому стремимся. Нам важны каждая фотография, каждый рисунок, на котором видно, как выглядел парк в те времена. И вот уже говорили о памятнике фельдмаршала Паскевича, который находился за дворцом. Есть фотографии, есть открытки тех времен, где видно, как этот памятник выглядел и где он находился. И даже есть люди, которые еще помнят фундамент этого парка. Ой, не парка, а скульптуры этого памятника. Поэтому сейчас мы можем воссоздать этот памятник. И уже этот проект сейчас активно развивается. И с помощью археологов вычислить конкретно это место, где находился памятник. И на том же месте его установить. Спасибо, Александр Викторович. У нас дожидается возможности задать свой вопрос телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Сергей Михайлович Золомеля, вы не планируете ли в дальнейшем как-то пересмотреть цены на аттракционы, хотя бы для детей младшего возраста? То как-то что для взрослого, а что для 15-летнего, а что для 7-летнего, все цены одинаковые. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович, за вопрос. Но городок аттракционов это отдельная история. Если у нас в музее, конечно же, цены социальные, для взрослых одна цена, а для детей другая, есть бесплатные категории, то парк аттракционов это более коммерческая структура. Там есть часть аттракционов, которые принадлежат инвестору, и он формирует сам цены. А часть аттракционов, которая принадлежит организации, которая называется Куб Гомельский парк. Поэтому ваши пожелания мы передадим руководителям этих организаций, чтобы они пересмотрели и смогли сделать для детей какие-то скидки определенные. Я думаю, у них эта работа проводится, но я думаю, еще можно ее усовершенствовать. Спасибо. Посещаете ли вы музеи? С таким вопросом к гомельчанам обратились наши корреспонденты. Давайте все вместе узнаем, как отвечали люди на улицах города. Хожу в музеи, люблю музеи. Последний раз посетил музей Великой Отечественной войны в Минске. Остались очень хорошие впечатления. Узнал много нового для себя. А Гомельский музей? Гомельский музей посещаю, Гомельский музей военной техники. Посетил военные славы, очень понравился. Дворцово-Парковый музей, именно князя Паскевича, где их покои, как они отдыхали, как все это происходило. Ну, все, несколько раз. Поэтому с удовольствием хожу туда. На данный момент я не посещаю музей, потому что я учусь в училище Олимпийского резерва, и у меня в основном все время уходит на тренировки. Раньше не хватало времени, но сейчас уже даже не знаю, не знаю почему. Честно говоря, хотелось бы. Главное, что теряются экспонаты. Вы же не забывайте, что работает параллельно очень много людей, которые на блошином рынке торгуют экспонатами, которые вывозят за пределы республики. У нас есть частные коллекционеры, у которых коллекции лучше, чем в музеях. Почему? Потому что во многих музеях сидят старые работники, которые привыкли пустить-не пустить, а вот поиском экспонатов, значит, мало кто занимается. Это же собирательство. Надо знать всех коллекционеров, с ними беседовать, привлекать все эти экспонаты в государственные музеи. Нет, не посещаю музей. Вот унук мой, да, а я нет. Я ходил в великие музеи. Петербург, Москва, Киев. Даже в Трусковце в церковь ходил. Там великолепнейшая церковь. Ну, как источник культуры я смотрел. Почти нет. Потому что дача. Выходной на дачу. Посещаем музеи, конечно. Но нравится тем, что интересно. Исторические музеи любим посещать. Недавно в Москве вот были в музее, в Покровском соборе. Обзорную экскурсию по Москве брали. Это интересно. Нужно развиваться. А Гомельский дворцовый парковый ансамбль? Была очень давно. Вот недавно хотела сходить. Ну, немножко, чтобы подрос малыш. Ну, так я вообще помню, что там как. Ну, вот хотела бы с ним сходить. А так ходили там. Выставка динозавров была. Ну, так периодически, которые там бывают, выставки выставляются. Там мы ходим. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о перспективах развития Гомельского дворцового паркового ансамбля. Вот такую заметила тенденцию в прозвучавших ответах, что мы как-то склонны больше хвалить что-то чужое. То, что в Москве, в Европе. И, наверное, недооцениваем то, что есть у нас. А как вы? Какие у вас впечатления от увиденного? Ну, конечно, я за то, чтобы мы гордились то, что у нас есть. Я думаю, что просто немногие знают. Чтобы гордиться, нужно знать. Да. Сначала надо посетить, окунуться в эту атмосферу, познать. И потом ты уже будешь сам рассказывать. Но, находясь в парке, среди людей, я постоянно слышу, когда люди сами проводят экскурсии по парку. И своим гостям, которые, видно, к ним приезжают, они, видно, с гордостью рассказывают про парк. Что у нас самый лучший парк. Там, лучший в Европе. Ну, таким обывательским языком, она проводит экскурсию, но видно, что от души и что они гордятся. Поэтому я вижу, что все больше и больше людей проводят сами экскурсии для своих гостей. Поэтому, как бы, интерес растет. И гордость, я вижу, что есть за наш парк, у наших горожан. На следующей неделе в Могилеве будет проходить третий национальный форум Музея Беларуси. Тема в этом году обозначена как «Музей в новой креативной экономике». А девиз «Разрушая стереотипы, преодолевая консерватизм». Вот интересно, как разрушают стереотипы и преодолевают консерватизм в музее Дворцево-парковой ансамбле? Ну, нашими сотрудниками уже давно был преодолен консерватизм и преодолены все барьеры, которые связаны с таким вот обывательским отношением, что в музее это скучно. Конечно, мы это уже преодолели. И последние ночи музеев, которые мы проводим уже последние лет семь, говорят об этом, о интересе молодежи к музею, который приходит на это мероприятие. И окунаются полностью в музейные экспозиции, в интерактивные программы. Поэтому здесь мы уже это все преодолели. И, наверное, покажем самое лучшее, что у нас есть. Последняя ночь у нас называлась «Фантастическая ночь музеев», где была такая волшебная, приключенческая и магическая где-то история, путешествия по дворцу, по различным экспозициям. И вот именно самое лучшее мы представим в Могилеве на форуме. Важная составляющая этого форума – это и конкурс, и существуют различные номинации. В каких из них планируют принять участие музей Дворца у Парк Ванцер? Да, конечно же, это конкурс, это борьба. Первый музейный форум мы завоевали гран-при. Второй музейный форум мы уже принимали у себя в Гомеле. Посетил форум директор Эрмитажа Михаил Петровский, который тоже дал оценку вообще Дворцу Парку ансамблю и был удивлен. Понимаете, человек, который уже как бы искушен во всех музейных делах. И он был очень удивлен нашим экспозициям, потенциалу наших сотрудников, экспонатами, которыми владеет музей. Поэтому третий форум такой уже показательный, фестиваль уже набрал обороты, появились опытные участники. Поэтому будем, конечно же, бороться за лучшие места. Мы представлены... Самое главное – это экспозиция, которую мы представим, потому что она наглядна, ее можно увидеть, и жюри увидят, и посетители форума увидят. Сами побывают в ней, поучаствуют в интерактивной программе, получат какие-то призы от нас. И также там есть конкурсы другого характера, которые мы просто подаем в закрытых конвертах и представляем все наши проекты, которые проходили в этом году. Ну, уже жюри решает, какой проект был лучшим. Я хочу пожелать удачи, конечно же, и вам, и всем работникам музея в Гомельской области, всем, кто будет представлять наш регион на этом форуме. Форум достаточно престижный. Да, обычно более 100 музеев собираются на этой площадке, показывают новые технологии, новые экспонаты, новый подход в подаче выставок. Поэтому это, конечно же, еще большой опыт взаимоотношений между музеями. Поэтому могут возникнуть различные варианты сотрудничества, обменных выставок и так далее. Поэтому это очень хорошая площадка, которая ведет к развитию музейного дела. А мы будем очень рады рассказать в новостях о ваших успехах, об успехах всех музеев Гомельской области. Скажите, пожалуйста, что интересного, что нового появилось в фондах музеев в последнее время? Большое количество экспонатов появляется. Это очень много археологических всяких предметов. Тут и реконструкция вам очень на руку сыграла, пока работы проводили, что-то и выкопали. С помощью наших сотрудников-археологов. Допустим, последние археологические раскопки дали массу предметов, которые пополнили наши фонды. Потом я говорил, что этот рисунок немецкого художника для нас это очень хорошая вещь. Мы приобрели каталог предметов искусства, составленный Федором Паскевичем в 1885 году. Сейчас мы можем видеть, какие предметы искусства находились во дворце Румянцевых и Паскевичих. При последнем владельце. Можем уже их собирать потихонечку. Также, последнее, еще мы не афишировали, но уже я открою секрет. Это мы приобрели фотоальбом, который датируется 1911 годом. Это большой фотоальбом в кожаном переплете. Называется «Гомель 1911» и состоит из фотографий интерьеров Гомельского дворца и Гомельского парка. Это вообще эксклюзивная вещь, которую мы приобрели в Москве с помощью, нам оказалось содействие Беларусьбанк. И в начале ноября мы будем презентовать этот фотоальбом. Что касается культурной афиши на ближайшее время, о каких проектах вам бы хотелось рассказать нашим телезрителям? И, может быть, пригласить, проанонсировать таким образом? Очень много у нас, конечно, проектов. Это займет большое время, если я начну все перечислять. Потому что у нас более 100 выставок в году происходит. Только таких, сейчас скажу, самых основных. В данный момент у нас происходит выставка «Очевидно невероятная». На этой выставке представлено 30 интерактивных оптических предметов, которые представлены научным центром Коперника в Польше. Эта выставка представлена впервые в Белоруссии, и поэтому она у нас будет 2 месяца. Уже месяц осталось, поэтому нужно быстрее находить время, попасть на эту интерактивную выставку. На ней можно провести уйму времени, потому что с каждым интерактивным предметом можно смотреть. Это он в виде головоломки, и различные оптические приемы применяются по чертежам Коперника. Поэтому очень интересная выставка. В начале ноября у нас тоже состоится грандиозный проект. Впервые мы подписали договор о сотрудничестве с государственным Эрмитажем в Санкт-Петербург, и к нам приедет выставка именно из фондов Эрмитажа. Эта выставка называется «Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма». Эта выставка впервые после 2019 года была представлена в том году в Эрмитаже, и впервые она выехала за пределы Эрмитажа. Сейчас она в Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске, и в начале ноября она будет представлена во дворце Румянцевых и Паскевичей. Поэтому это очень интересный проект, который очень дорогой. И хочу сразу сказать спасибо нашим партнерам, нефтепроводу «Дружба», который нам оказал содействие в реализации этой выставки. Я думаю, Александр Викторович, что не менее вы благодарны простым ребятам-волонтерам, которые вам помогают в еще одном важном проекте, в наведении порядка в усадьбе Халецке, в деревне Хальч. Как-то так получилось, что один из наиболее интересных объектов нашего историко-культурного наследия много лет пребывает уже в таком разрушенном состоянии. Как дело движется? Какие перспективы видите к тому, чтобы вернуть его в нашу сокровищницу? У нас в Гомельской области очень много историко-культурных объектов. Дворец Халецких является не исключением. Он находится на нашем балансе. Мы несем за него ответственность, шефство. Ищем инвесторов, которые помогут восстановить этот объект. Но, в принципе, если так смотреть, сравнивая со всеми объектами, которым выделяется мало внимания, то этот объект еще находится в более нормальном состоянии. Его еще можно восстановить. И поэтому мы поддерживаем его состояние как можем собственными силами. И в Министерстве культуры мы получили разрешение на проведение ряда работ. Поэтому эти работы связаны с восстановлением ландшафта вокруг дворца. Санитарной очистки всей поросли. Очистки террасы, которая вела от дворца к реке Сож. Потому что очень замечательное место, хочу сказать, кто там не был, оно не хуже нашего дворцового парка в ансамбле. Оно по такому же принципу сделано. Это река Сож. Такой же пруд там был, как наш Лебяжий. Мостик был через пруд. Был прекрасный парк вокруг этой усадьбы. Была не просто усадьба, а там были флигели вокруг усадьбы. Домик смотрителя был. Поэтому мы восстанавливаем именно фундаменты, локализуем флигели, делаем очистку дорожек и санитарную уборку территории. И вообще подготавливаем усадьбу к зиме. Заготавливаем дрова, чтобы ее отапливать, чтобы она пережила зиму. И чтобы, если найдется инвестор, мог ее восстановить. Специалисты это у вас потрясающе. Мы это видим по тому, что происходит в дворцовом парке в ансамбле. А кто вам помогает? Нам помогают волонтеры. В принципе, мы в интернете это сделали, группы. Помогают блогеры, различные кровические общества. Как можно присоединиться к этой команде? Можно ли там что-то для себя полезного почерпнуть? Узнать, как работать с ландшафтом? Ну, я думаю, в поисковике, если вы наберете там группу усадьбы Халевских, волонтеры, вы сразу попадете в группы социальных сетей, где есть информация о усадьбе, о времени и месте, когда там проводятся мероприятия. Буквально завтра мы выезжаем на субботник. А можно ли еще выехать желающим? Хотя прохладно завтра. Ну, для работы как раз оптимальная погода. Поэтому у нас там были места. Я сейчас не знаю, там в онлайне все происходит. Уже, может, даже мест нет, потому что желающих очень много. Но нам и большое количество тоже не надо людей. Тут нужны люди, которые реально хотят это сделать, которые интересуются историей. Потому что, кроме того, что мы работаем... Акция не развлекательная, так сказать. Мы работаем, а потом наши научные сотрудники проводят экскурсию. То есть еще есть и образовательная подоплека всего этого действия. Спасибо, Александр Викторович. К сожалению, вынуждены на этом нашу программу завершить. Спасибо вам. Генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля Александр Гостев был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин